переводили на любой язык кому обращаться они обращаются к нам как просит илон маска остановить это срочно каждый кризис максимально шел нам на пользу отгадай кто там самый мощный ну то есть ты вообще не понимаешь что делать что произойдет а мы пинали писюны мы влюбим футбол здесь же не конюшник говорит это получается ваша фишка скорость до клиенту что нужно ему нужно просто максимально закрыть свою потребность я время сэкономил я бюджет сэкономил все а кто это будет переводить до мы конечно оказывается так легко тратить деньги ребята камень ножницы бумага раз два три кто красавчик подкаст уровень ltv 98 процентов насколько это реально вы смотрите подкаст кто красавчик моего ведущий сергей милославский алексей пронягин да и сегодня мы узнаем как достичь таких показателей а расскажет нам об этом совладелец бюро переводов братьев егоровых олег егоров которые вместе с братом за 17 лет прошли четыре кризиса олег привет привет сразу хочу сказать для ребят кто не понимает что это лтв это что такое это жизнь клиента в твоем бизнесе девяносто восемь процентов клиентов у вас не возвращаются имеется ввиду остаются нами навсегда и оплачивают да да и работаем в долгу супер это важный показатель основной вообще ради чего бизнес вообще строится клиент тебе нужен надолго а не разу олег с чего все начиналось мы начиналось вообще ваша ваша пришли к этому да ну изначально так скажем в бюро переводов запустил мой брат в партнерстве там с ребятами и так далее но произошла так скажем плохая история и собственно его кинули оставили без ничего что повезло что в этот момент параллельно его бизнесу запускал бюро переводов я вот и тут же как говорится пришел брату на выручку сказав что давай объединяться запускаем бюро переводов двигаемся и так скажем сохранили по возможности то что у него уже было наработано опять же благодаря чему довольно таки быстро пришли к результату давай немножко акцентируемся на том что штука бюро переводов да вообще бюро переводов это переводческое агентство которое помогает малому микро среднему государству помогает выходить на международный рынок на международную арену продавать закупать оборудование не знаю мы также предоставляем переводчиков устных да это конференции это синхронные переводчики которые работают с оборудованием это просто например если мы сейчас вещали например для иностранной публики здесь мог находиться наш переводчик да и мы с вами сейчас да переводили на любой язык хочу подметить любой по язык да любой этот как эльфийский эльфийский ну это я думаю можно таких сказочников найти проверять то никто не будет а то мало ли эльфы сделали оборудование то есть получается бюро переводов нужно для того чтобы больше битуби сегмента да это в основном битуби это наша основная цель но опять же у нас очень много физлиц это граждане снг таджикистан узбекистан украина армения грузия и многие многие другие которые переводят в том числе и личные документы да то есть вот они приезжают нашу страну и например нужно сделать гражданство кому обращаться они обращаются к нам и весь комплект их документов начиная от их рождения и заканчивая там высшим образованием права и все остальное переводим нотариально заверяем работаем с несколькими нотариусами в москве вот ну и также если есть необходимость проставляем международный штамп апостиль который помогает людям чтобы например наши русские люди в грузии чувствовали себя комфортно их документы пользовались юридической как говорится силой проставляем штамп апостиль а вот получается битуби кто это может заказать то есть это условно я разработчик оборудования в китае например хочу поставить россию да ну или в российский дистрибьютор покупает какое-то производство и ему нужно перевести условно инструкцию правильно все верно да то есть тот кто выпускает оборудование ну зачем ему лишние траты переводить еще свои инструкции так далее поэтому естественно он отдает в том виде в котором они есть у него да то есть там это китайский язык английский испанский ну то есть у нас в принципе клиентура так скажем работает по всему миру сейчас естественно идет направленность на индию арабские страны китай неплохо набирает обороты вот поэтому да и то есть у нас много клиентов которые например закупают оборудование обновляют свою там линейку не знаю по производству например пластиковых крышечка да вот мы сами каждое утро пьем кофе да вот заказываем и собственно вот эта крышечка для кофе да 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 это естественно делает профессиональное оборудование не вручную и все это чтобы это работал нужно переводить и вот у нас есть постоянные клиенты которые заказывают помимо инструкций которые мы для них переводим заказывают устного переводчика на пусконаладку то есть приезжают зарубежные технические специалисты и мы собственно представляем переводчика который помогает во время обучения когда наши русские работяги собственно обучаются работе на этом оборудование но вы получается в итоге получаете деньги за переводы понятно за качество еще и за ответственность которую в первую очередь естественно ну то есть не забегая вперед я уверен что у серёги будут эти вопросы будут вопросы естественно в первую очередь это ответственность то есть за счет этого и достигается вообще уровень возвращаемости клиента потому что мы максимально ответственно за то что выполняем чтобы было некое понимание да есть клиенты которые купили самолет как прошлый спикер приобретет себе да самолет вертолет и ему нужно будет перевести потому что это явно будет куплено да не у нас в стране и вот вы представьте если переводчик ошибется в переводе инструкции как управлять самолетом но результат будет плачевным да это будет плачевный поэтому естественно мы берем на себя максимально все риски подходим к работе со всеми как говорится слушай но давай вот допустим очень ответственная работа да я знаю что у вас конкурирующая фирма ваша да там искусственный интеллект который ну принципе тоже ему можно загрузить и он переведет но вот такие вот как самолет или там как турбины но соответственно они пока еще не могут не по чесноку это охренеть ну как бы искусственный интеллект просто ворвался в нашу жизнь когда-то это было там где-то далеко до мы не предполагали что вот я дам задание он все сделает но это действительно так но искусственный интеллект это в первую очередь для на данном этапе это для бытового использования ты можешь с искусственным интеллектом поехать в иран и благодаря этому например интеллекту перевести свой диалог с ну то есть на каком-то житейском бытовом уровне но то что касается перевода газа турбин самолетов и много-много другого медицинское оборудование которое также отвечает за жизнь человека он конечно еще не готов ну и как просит илон маска остановить это срочно да я считаю что ни к чему хорошему по итогу это не приведет но смотри есть такой проект называется третье третье мнение называется она сейчас тоже нейросетка который используется в врачебных целях то есть он тоже проверь он проверяет дело диагнозы ставит эти диагнозы по снимкам по чем-то еще но этот как бы форма знаешь то есть все равно есть человек кто ответственен врач да но есть как бы и другое мнение нейросетки чтобы врач тоже не я согласен это как знаете стороннее мнение стороннее мнение чтобы подтвердиться к сожалению мы все знаем что человек такое существо который в итоге то что ему помогает реализует так чтобы самому вообще нихрена не делать то есть да и к сожалению это может привести именно к тому что мы полностью откажемся от рук и мозгов человека да и будем в общем полностью доверять искусственным интеллект вот от этого мне кажется конечно отказываться третье мнение ну почему нет окей если это на данном этапе спасает кому-то жизнь еще что-то гоу вперед только ну ты как давай тему сразу с нейро закончим с и и ты как думаешь сара коннор нужна нам которая нас спасет ну может серёга сработает серёга коннор серёга коннор денег нет чё за жизнь такая не знаю как дальше жить деньги закончились склад сгорел нахер есть у тебя нету денег и ты не знаешь как зарабатывать у тебя сгорел склад или возможно у тебя печально сейчас состояние ты в депрессии ты плачешь ты ноешь я для тебя подготовил специально трехдневный марафон по силе мышления для того чтобы ты его прокачал прошел поменял свое состояние у тебя появились деньги отношения гармония вообще все что ты захочешь у тебя может появиться уверенность тебе и так далее поэтому есть у тебя такое состояние то обязательно переходи по ссылочке в описании это все бесплатно для тебя для того чтобы ты научился этим пользоваться этими техниками они будут у тебя всегда доступны переходи ссылочка в описании и я тебя жду а результат ты обалдеешь насколько ты станешь великолепным так заработал слушай но смотри вы начали 2006 году да ты говоришь брат начал это но сколько 17 лет да получается то есть вы прошли получается восьмой год восьмом году кризис 14 19 и сейчас ну то есть четыре кризиса вы прошли я тебе больше скажу мы в принципе получается таких мировых активно активно набирать обороты и развиваться как раз в кризис 2008 года то есть это в девятом году вот мы официально зарегистрировали компанию да уже так скажем работали не как-то слева справа все официально зарегистрировались это был да первый наш кризис всего получается 4 ты правильно подметил и если уж откровенно говорить каждый кризис максимально шел нам на пользу максимально шел на пользу да потому что во-первых очень быстро закрывались конкуренты просто штабелями а вообще опять же если опускаться в конкуренцию переводов это как а в свое время туристические фирмы которые просто на каждом углу по несколько штук где не видишь тут горячие туры тут горячие пирожки как туры идут ну короче вот и бюро переводов то же самое мы сейчас сидим один из наших центральных офисов у нас их порядка десяти если что вот у нас три бюро переводов в нашем здании вот и отгадай кто там самый мощный ну мы кто кто сюда пришел к нам на подказ конечно вот поэтому да выдержали всю конкуренцию но естественно мы не топы потому что рынок невероятно большой блин там обороты очень серьезные без названия компаний там миллиардные обороты в этом бизнесе это в общем на рынке ли у кого-то есть да да нет это это топовые конкуренты их там порядка есть миллиард да были миллиардные компании да но это больше они работают больше с b2g получать да они максимально основной свой заработок конечно получают от госконтрактов да потому что они обслуживают ту же оборонку ну понятно оборонка да там сразу одника один контракт перекрывает там 10 лет нашей работы сейчас персидского переводить как раз ну в общем мы тоже в этом направлении работаем пытаемся разными способами залезть какие правила прохождения кризисов вы выяснили за четыре кризиса то есть да почему одни закрывались а вы выстояли и мало того выстояли еще и стрельны потому что каждый раз кризис ты сидишь в неопределенности ну то есть ты вообще не понимаешь что делать что произойдет и и что первый страх тратить бабки ну на бизнес думаешь мне сейчас потрачу последние свои деньги там влезу в кредиты сейчас хлопнется там государство что-то перекроет тут я не знаю конкурент выкупит там или еще что-то или еще что-то основное наше правило было причем это было знаете как неосознанно потому что реально бизнесу мы начали обучаться именно вот как выстраивать бизнес мы начали только в 2018 году до до 2018 это было все по наитию как-то вот чувствами так скажем опирались руководствовались и в первую очередь да это не останавливаться и струячить что в принципе у меня все это время получалось очень шикарно там дальше расскажу да потому что были периоды когда именно на моих плечах наша компания не закрылась несколько раз в 2018 году какое-то обучение что за обучение да я пошел вообще несколько проходил начинал с бесплатных для того чтобы вообще понять что это такое вот братан у меня конечно был жесткий скептик и каждый раз с ухмылкой смотрел на мои попытки пойти к инфо цыганам каким-то и так далее хотя тогда не было кстати такого выражения не было совершенно скептизизм он вообще жесткий скептик изначально по жизни вот но он доверился мне когда я посетил одно бесплатное мероприятие пришел настроил короче рекламу в гугле своими ручками ну просто думаю дай попробую что просто так вот и получил за там стоимостью 24 рубля за клик получил заказ там по моему там от 50 до 70 тысяч я не помню тогда у меня глаза расширились тогда я показал ему цифры говорю ну брат неправильно то есть на деле убедил да 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 именно именно он такой словам не всегда доверяет вот поэтому я практически показал ему что вот смотри такая ситуация давай-ка начнем двигаться и вот есть возможность что мы изменим потому что заработок был ну такой себе знаешь ну вообще первоначально понятно когда через сколько кстати вот тоже хороший вопрос через сколько времени вы вышли на какой-то более-менее там на 2018 году не стесняюсь откровенно рассказываю что до 2018 года мы пинали писюны до пытались что-то там барахтались но заработок был там 100 150 тысяч рублей на двоих на двоих на двоих как говорится вы уже взрослый на брак сколько тебе лет было тогда 2000 какой ну давай вычитаем 8 до в одну начну ладно не интересно сколько начал ну сколько ну 2827 2827 слушай когда вы покупали обучение знаю там какая-то у вас с геной было история да мы короче попали на концентрат к я за вот и была ситуация у него очень много танцев всяких непонятных движух вот этих и когда мне 33 на тот момент по-моему было братану 35 мы такие оба знаешь брутальные бородатые много очень детей молодых да там все скачут что-то тусит там вера в себя и так далее гена единственное вот перед этим я ему сказал брат доверься мне сходи раз если не зайдет ну будем что понятно он еще скептицизмом относился не хотел идти когда он увидел это все до еще больше вообще он убедился что нефиг тут делать как бы но я увидел кейсы какие были на сцене у аяза и там была просто моя боль вот люди просто вот настраивали оцифровали свой бизнес то что требовалось нам и на что не хватало знаний короче конец концентрата а яс говорит первые пять человек сейчас кто или оплачивает масштабирование или вносит аванс ужин со мной я короче встаю недолго думая просто поотрывая задницу еду а мы сидели на первом ряду и брат меня хватает так за руку чтобы не обсудили ничего я такого обсуждать я просто народ начал ломиться нет надо быть числе первых подхожу начинаю типа бронируйте мы сейчас внесем аванс все дела вот и этот продавец за этим столом разворачивает ноутбук горит заполняйте свои данные кто из вас пойдет обучаться ну и брат а вы вместе стояда мы стоим таки он на правах старшего такой берет и вводит егоров геннадий вадим и почему ты ну как типа я же старший не тормози не катит он а как ты предлагаешь типа ну на двоих мы не потянем реально в кармане вообще там 50 тысяч сколько стоило обучение 180 или 160 тысяч то есть первое обучение которое вы купили в жизни это сразу да 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 вот и он горит а как ты предлагаешь решить я даю по чесноку по-братски на камано просто камень ножницы бумага а я вам отвечаю я типа сильный в этом я короче слушай ты смухлил да не я просто натренированный на опыте да да давай камень ножницы бумага раз-два-три ну все и так 3-0 короче сша как ты так и так 3-0 да короче так 3-0 он жестко расстроился это было его надо из главных разочарований я заполняют все там все по чесноку заполнил мало того но его в чем было как это еще обида я ему сказал братан все я иду учиться короче ищи бабки на правах младшего да я ему сказал ищи бабки ему пришлось реально там у друзей подзанять туда-сюда вот и все короче а тогда рассрочек еще не было да то есть нельзя было банковскую рассрочку оформить а уже там кредиты какие-то я там что-то тридцатку с кредитной карты уже заплатился последний ну короче мы вот так вот набрали и все я пошел учиться ужин с аязом есть чего уж говорить на этом ужин я заключил с аязом сразу договор ну в общем пошло все огонь вообще договор на переводы да на переводы он сразу отдал меня как говорится ассистенту она все соединила и погнали перевели все курсы на английский язык синхронили устные переводчики а сколько было сделка контракт или ты не можешь говорить нет нет общий контракт на все на устный и так далее за это время там в районе миллиона а прикольно то есть ты сразу задал 180 условно его сразу ну и мы помним в том числе и второе занятие по продажам футбольный клуб спартак москва потом чемпионат мира по футболу 2018 года это все все оттуда поэтому то есть это это получается сообщество или как немножко не понял не имеется ввиду те знания которые мы начали получать в моменте начали реализовывать я никогда жизнь так не учился реально я делал все что мне говорили вот прям максимум слушай а вот ты говоришь как раз но чемпионат мира был по футболу да я знаю там тоже была у тебя интересная история когда пришел заключать контракт у нас вообще в компании короче мы любим футбол любим футбол я болею за футбольный клуб цск один из наших основных сотрудников никита болеет за футбольный клуб спартак москва агена за зенит и как и у нас да и у нас в офисе прикольные вещи мы друг друга троллим там периодически вот это обсуждаем кто как проиграл там вместе на стадион ходили там где-то пивка попить тоже ну как бы у нас такие внутри компании отношения больше товарищеские вот и все я поехал заключать контракт с футбольного клуба спартак москва мы переводили им сайт на английский на китайские языки вот приехала у меня на каждом пиджачке значок цск на каждом я приехал на стадион в центральный офис и как раз выходит встречать меня генеральный директор спартака смотрит на значок а чё здесь же не конюшник говорит кто типа коня пустил почему он здесь делает да я не помню я что-то тоже пошутил про свинарник короче слушай слушай но это как бы уместные шутки да это футбольная прям ну классика это на самом высоком уровне то есть он тебя не хотел оскорбить это как бы просто такую чёткий юмор такой чёткий юмор который прям прикольно сердечко заходит вот и все мы заключили договор и получили тоже получили там в общей сложности порядка 6 миллионов за год мы с них заработали билеты дали бесплатно нет это нет не дали не давали как переводчики нужны а как болельщики мы даже кстати не этот не выходили на эту историю хотя наверняка можно было но не а просто интересно еще о своих клиентах какие у вас интересные мы работаем с государством с правительством москвы работаем с компаниями реноваций вот один из клиентов наших который так скажем по технологиям китайцев сейчас у нас идет строительство метрополитенов новые ветки новые поезда идут по технологиям китая ну потому что у них там сами понимаете все супер мощно вот и в один тоже из кейсов прикольных когда к нам пришла компания по рекламке вот по по клику как говорится в яндексе вот и говорит ребята выручайте короче уже там 15-20 компаний все в отказ никто не может короче справиться мы увидели что вы типа можете все мы ну давайте рассказывайте в итоге мы очень много страниц я чтобы не обмануть там порядка трех тысяч или пяти тысяч страниц китайского на русский реализовались за три дня это просто ну фантастический результат это в принципе не по но это получается ваша фишка скорость да за счет этого вы и да как бы выстреливать вообще у нас внутри все так настроено что клиент когда приходит к нам он почему с нами остается потому что он получает все он получает скорость за реальные деньги не там в три дорого он получает сервис менеджера но который просто 24 на 7 максимально с ним на связи в любую овощи погоду и неважно он получает по выходу качество свое он получает очень много фишек то есть мы стараемся клиента так скажем не давать ему каких-то обещаний классных да типа что вот вы там получите но говорим что по возможности и всегда делаем все раньше то есть это одна из тоже фишек нашего сервиса что мы делаем мы говорите 1 дедлайн например и мы стараемся ну как бы как это правильно сказать выражение чтобы клиент в общем не ожидая получил результат да 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 и именно так мы иногда получаем такие сообщения что ребята вы просто боги вот просто вот прям такое сообщение вы боги вы спасли вы выручили и так далее вот и мы часто анализируем конкурентов потому что что появилось на рынке что новенького как работает сервис конкурентов мы это все изучаем я вам скажу что там из 20 клиентов которых мы изучаем только два или три максимум вернуться к тебе чтобы догнать тебя понимаешь то есть типа ты прозваниваешь да да где ждая интересно и кладен трубку и все я жду я жду не больше не понимают да они не перезванят заказываю я заказываю звонке они не перезвание супер простой вообще лайфхак пожалуйста перезванить своим клиентам и догонять их даят ничё потому что вы должны знаете что понять что клиенту пофиг у него нету серымoke которое нету серымок которая подскажет что пора позвонить потому что тебе нужен перевод. Он позвонил, да он забыл с кем он разговаривал. У него вот такой список. Он говорит, так, а кто мне здесь понравился? Да фиг его знает. Вот ваша задача как владельца, менеджера, не знаю, кого угодно, вы обязаны подсказать ему, напомните себе, что вы здесь, вы готовы. И чаще все клиент говорит, ой, да, классно, что я как раз вот сейчас принимаю решение. И тут появляется наш красавчик Никита, и все, и клиент наш. И опять же говорю, почти даже в 100% вот как цифра и говорил, что клиент остается с нами. То есть вот они собственно говоря и показатели, да, из нашей подводки о том, что 98% у вас люди остаются. Да, да, именно так. И еще нужно важный момент понимать, что клиент, знаете как, даже сейчас сформулирую, потерял мысль, что клиенту что нужно? Ему нужно просто максимально закрыть свою потребность. Ну, то есть ему ничего не нужно, ему не нужны там какие-то длительные продажи, ему не нужно 15 минут уговаривать, ему нужно четко дать выполнить свои обязательства, да. То, что ему необходимо, даже во время контакта. Ты просто ему объясняешь. Опять же, когда в рынке появляется столько фишек, вот столько всяких разнообразных фишек, конкуренты тоже там растут и так далее. И вот чтобы в этой массе не затеряться, а быть тем, кто действительно дает клиенту как говорится разницу, да, и сохраняет его время, экономит, экономит его деньги. Потому что мы, кстати, недавно внедрили искусственный интеллект в переводах, благодаря чему можем реально сокращали бюджет клиенту там до 600 тысяч. А, ну то есть вы все равно ИИшкой пользуетесь? Да, да, да. А, это правильно. Да, внутренне, так скажем, есть разработка, она есть, доступна для других бюро переводов, но у нас, как говорится, есть и свои нюансы. Вот. И это позволяет клиенту просто, ну, говорит, спасибо, ребят, я время сэкономил, я бюджет сэкономил, я начальнику показал результат, начальник мне дал премию, блин, ребят, да вы вообще офигенные. Ну, потому что все-таки в B2B в большинстве случаев решения принимают там не доходя даже до директоров и так далее. Вот. Просто будьте в рынке, анализируйте конкурентов, смотрите, что они внедряют. Делайте то, что они не делают, в конце концов, да. Они не перезванивают, вы перезваниваете. Они ночью не отвечают, отвечайте ночью. Забирайте клиента. Мы, например, для того, чтобы в том числе снять нагрузку со своих менеджеров, чтобы они ночью как раз-таки все-таки не работали. Хотя они заинтересованы в том, чтобы работать. Да, ну, реально, то есть они с удовольствием это делают. Мы внедряем автоматизацию. Самые простые вещи. Первый контакт. То есть, если он не дозвонился до тебя, да, до твоей компании ночью, ну, естественно, вроде бы кто ответит. Но нет, пускай уйдет автоматическое сообщение, что здравствуйте, мы приняли вашу заявку, прям утром ожидайте фоно. Все будет хорошо, мы вас, типа, спасем. И все, и клиент даже не перезванивает дальше. Ну, он не ищет дальше. Он ожидает, что с ним свяжутся. Если менеджер вдруг увидел это сообщение, он может и перезвонить. Поэтому анализируйте конкурентов, они вам все подскажут. Все просто вот на поверхности. Ну, на самом деле, ты все правильно говоришь, и вот эти маленькие простые технологии сильно влияют, потому что просто в России нету сервиса. То есть, в России 98% вообще без сервиса, никто не перезванивает. Ну, я бы с тобой не согласился. Нет, давай так. И многие, кто сейчас уехал из страны, тебе то же самое скажут, что там не то, что нету сервиса. Да, там вообще кошмар. Нет, я имею в виду, что если говорить про предпринимательство, если говорить про большие компании... У нас есть куда расти, капец просто. Яндекс или там Мэйл, или кто-то еще. Большие компании, они все четко делают, перезванивают, сервисы и так далее. Задрачивают, да. Да, они задрачивают жестко. А если говорить просто про предпринимателя, вот кто только-только сделал, он прям забывает про самые большие. Все верно, все верно. Одна мелочь, просто бот, чат-бот, небольшая воронка, которая поможет тебе сохранить клиента. Ну, я говорю, вот оставляют заявку, типа мы оставляем заявку, перезвоните мне, да, конкуренту. Нету звонка. 10 минут нет, 15 минут нет, 30 минут нет. Может на следующий день, на следующий день. Он, типа, перезвонит, здравствуйте, вы там оставили заявку. А тебе уже не актуально, конечно, не актуально. Если бы ты не был моим конкурентом, я бы сейчас позвонил твоему директору и сказал, директор, ты деньги теряешь, ты что вообще творишь? Сейчас в мире ТикТока, когда все быстро, 15 секунд, перезванивать через 2 дня, это, конечно, невероятно странно. Вот, у нас там фишки есть тоже и на сайтах, да, что если не перезвоним в течение там 8 минут, вы получаете 50% скидки. И уже попадали, кстати, на это, что действительно... Тот, ну, так скажем, из 10 клиентов один обязательно увидит это. Вот, он прям скажет, а вы мне не перезвонили. Ну и все, пожалуйста, 50% скидки получаешь, да. Прикольно. Ну, хорошо уже тоже. Да, да. Немножко держит так. Да, да, потому что, ну, опять же, здесь и сейчас еще часто заблуждаются, да, предприниматели. Они считают, что когда он запустил рекламу, и она, например, минусовая, да, Роя, ну, получи все, ты вроде 100 тысяч вложил, а заказали у тебя на 20 тысяч, да, ты такой, е-мое, минус 80%, не работает. Вот, это ошибочное мнение, потому что изначально та же контекстная реклама, она не работает для того, чтобы ты здесь сейчас заработал. Твоя задача – получить клиента, чтобы он совершил с тобой какую-то, первую, да, касание, и после этого он просто остается с тобой, потому что ты ему все даешь. Очень много примеров, когда приходит клиент, платит нам 2 тысячи рублей, а он стоил нам, например, 13 тысяч, да, чтобы он просто появился, да. Заплатил 2 тысячи, ну, естественно, там, мы такие, е-мое, ну, вот так вот. Но он, блин, через месяц возвращается и делает заказ там на 180 тысяч рублей. Потому что вот у него руководитель пошел на международку, был на выставке, договорился, заключил договор и закупает оборудование, да, там, с Индией. Все, а кто это будет переводить? Да мы, конечно, потому что мы за 2 тысячи, иногда мы в том числе, кстати, ну, за 2 тысячи забрали его, да? Да, за 13 тысяч. Он нам заплатил 2 тысячи и все. И вроде бы ушел. И мы такие расстроены. Он возвращается, платит много денег и остается дальше, дальше, дальше. И на протяжении, там, 10 лет у нас есть клиенты, которые с нами с самого открытия. До сих пор? С самого открытия, да, с самого открытия. Их там 5-6 компаний, которые вот прям пробовали уходить, но не получилось. А как вот вы про звание, то есть вот, например, про человека, да, 13 тысяч заплатили за него, 2 тысяч он принес. Он сам потом позвонил вам? Или как-то... Нет, нет, у нас есть касание. У нас раз в месяц идет рассылочка небольшая, чтобы... Ватсапе, да? Ватсап, имейл-маркетинг. Ну, такие аккуратные, вообще ненавязчивые. Нет такого, да, что мы там каждый день скидки, 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 скидки. Нет, у нас просто, например, идет рассылочка, что у нас месяц там китайского языка. 20% welcome. На китайском. Welcome, да. Ты знаешь, что это по-китайски? Ничего не знаю. Ни хао. Кстати, интересно. Мы... Я совершенно не знаю языков. Да, и брат. И гены более-менее на английском шпарят. Ну, то есть, чтобы в бюро переводов, да, не нужно знать языки. То есть, это другая система работы. Нужно быть предпринимателем. А расскажи-то вот про брата, да. Вы с братом запустили бизнес, ну, то есть, совместно с 2008 года, и до сих пор вы вместе, правильно? Да, долго-долго работаем. Как партнерские отношения выстраивать с родственниками? Желательно ли это? И как получилось у вас? Какие вообще вы правила? Спросит ли меня желательно? Скорее всего, нет, потому что вы не справитесь. То есть, тут помимо... Наверняка были конфликты. Конечно, как бы это ни звучало, один из вас по-любому будет терпилой. Ну, отвечаю. Ну, на определенном этапе... Немножко, как будто переехали в Ростов. Это так и будет. Это так и будет. Ну, потому что, во-первых, в первую очередь, это брат. И, ну, ты максимально почти ничего не можешь сделать, если у вас все-таки есть семейные отношения изначально. Камень-ножницы тоже не всегда удается решить. Да, да. Потому что конфликтов много. Мы совершенно разные с братом. Разные темпераменты, разные идеи. Как этот... Гена создан для любви. Чувак творческий. Да, я люблю как бы внутреннюю работку. Нет, тоже не системный. Я чертов лентяй вообще по жизни. Но, да, когда завожусь, когда внедряю, что это интересно все. Вот. И, да, у нас было много конфликтов. Очень много конфликтов было. Был период, когда брат два года не работал. Просто не работал. Вот просто. Оп. Просто он решил, да, когда день такой типа. Просто, да. Он пошел искать себя. А чем он занимался? Он пошел искать себя. Он занимался. Он пошел. Отучился на комментатора футбольного. Футбольный комментатор. Да, там что-то еще чем-то занимался. Писюны пинал. В общем. И все. Я там... Были случаи. Вот я говорю. Я просто весь в бумагах зашитый там. Там невероятно. Тут падает заказ. А он на поле там. Матч в Москва-Зене. Да. Я сейчас вот прям рассказываю. Случай, который прям в памяти отложился. Падает вкусный заказ. 700 страниц типа за три часа. Ну, это в целом реально. Когда у тебя есть команда с фермерной. Все готово было. Но у меня просто не хватало моего ресурса, чтобы это реализовать. И я звоню. Говорю, вот здесь и сейчас нужна твоя помощь. Он говорит, а, братан, говорит, я не могу. Говорит, я сейчас с пацанами в Тверь еду, короче. У нас тусовка там на три дня, короче. Буду недоступен. Вот. Да, вот. И да, да, да. Короче, я все-таки реализую этот момент. Все сделал. Заработали неплохо тоже. И представляете мои мысли, когда мне нужно 50% ему отдать. А я понимаю, что он вообще ни хрена не работает. Ну, просто, блин, не работает. Да, поэтому было очень много проблем. Это вот два года, получается, еще и дивиденды, да? То есть 50% так же. Да, вообще мы, у нас все четенько. 50 на 50. Да, 50 на 50, да. Тут без вариантов. Ну, а, получается, за счет этих двух лет у тебя есть или два года? Типа ты можешь сегодня сказать, все, ребята? Да, 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 вообще легко. В данном случае могу, нового не буду, потому что есть переживание, что бизнес... Ну, а все же, за счет чего вы преодолели? Ну, ты рассказал, какие вот ситуации, да? Ну, блин, да это может взорвать кого угодно. За счет чего? Два года, два года не работали. Так это же не единственное. Ну, какая разница, два года не работали? Ну, это понятно. 50% откидывать ему? Да ты что? Я бы через месяц сказал бы, слышишь, братишка. Да, если бы это был не брат уже давно. Это бы через день сказал бы, да. Но у нас очень развиты семейные ценности. Ну, по крайней мере, у меня. Раз, да, как говорится, я не стал менять ничего. Вот. Один лайфхак, еще раз говорю, потому что в любом случае будете... Кто-то один будет терпилой. Ну, так, к сожалению, происходит. То есть ты или терпишь, или вы просто быстренько расходитесь, да, если вы вдруг разбежались и все, забыли об этом. Каждый занимается своими делами. Вот. Один из лайфхаков, который я использовал, у меня было очень много гнева. Это все копилось, копилось, копилось. Это в целом мешало даже жизни. Обычной моей. Я постоянно на него злой. Мне было сложно с ним созваниваться. Мне сложно было с ним встречаться. Потому что я только вот смотрел на него, у меня сразу глаза кровью наливались. Вот. А он комфортно себя чувствовал. Вот. И один из лайфхаков, лайфхаков, нельзя все это держать в себе. И в один момент я, вот он, кстати, не знает об этом, посмотрит это видео и обязательно, может, попросит, я даже найду этот список. У меня на четырех или пяти бумагах А4 расписаны мои претензии под датам. Что он должен был и что он не сделал. И вот эти четыре, там, пять листов с двух сторон просто расписаны максимально. Вот как только я, короче, выгрузил с головы вот это все дерьмецо, стало все гораздо проще. И я начал с ним разговаривать. То есть я избавился от гнева на бумагу, да, в голове перестал это держать. И после этого, да, начались диалоги. Очень важный момент вообще в целом в партнерстве, конечно, это разговоры. Разговоры, встречи. И ни в коем случае нельзя держать это в себе. И, в общем, все накапливается. То есть это может быть какая-то мелочь, которую ты сейчас не досказал. Тебе вроде не понравилось, но ты думаешь, да что мелочь такая, да? Вот. Потом вторая мелочь какая-то, третья мелочь. Из мелочи там начинается такое неприятное раздражение, которое как зуд в задницу начинает тебя вот это сверлить, сверлить, сверлить. И все это в таким превращается в жесткий ком. И, скорее всего, не получится уже остановиться, если ты весь не справишься с этим. Это почти невозможно остановить, я считаю. Вот у меня получилось. За счет этого наша компания сейчас существует. Потому что если бы я не выдержал этот период, ну, то есть это, я считаю, что это был и мой рост в том числе, очень крепкий. Потому что я в себе очень многое изменил. Я стал сильнее, увереннее во всем. Ну, то есть и в предпринимательстве в том числе. И сейчас могу сказать, что в партнерстве, несмотря какие бы вы ни были равные, 50 на 50, последнее слово все равно должно быть за... Это же знаешь, как в IT-компаниях. У них есть акции по материальной, типа 50 на 50 материально, и есть акции... 51 на 49. Не решение вопроса, а я назвал бы это... Ну, типа да. Принятие решения. Принятие решения, 51%. И в IT-компаниях обычно всегда у Марка Цукерберга, у него типа финансовый 20% или 15%, а принятие решения 70%. Ну вот, нет. У нас, скорее всего, я могу сказать, что пусть будет 51 на 49, и это за мной. То есть я трудом своим заслужил, потому что, да, большинство решений все-таки принимается. Финансовое это решение, внедрение чего-либо или еще что-то, это все равно остается за мной. Ты занимаешься этим бизнесом, получается, сколько лет? Ну, типа дофигища. Ну, 17 лет. 17 лет. Как ты не выгораешь и думаешь ли ты заняться чем-то другим, то есть поменять нишу, например? Потому что 16 лет прошло. Ну, я понимаю, я в товарке занимался 8 лет. Я просто ненавижу товарку. Все, никакой товарки вообще. Слушай, ну, во-первых, у нас бизнес высокоинтеллектуальный, в первую очередь, и это действительно прикольно. Действительно прикольно. У нас офигенные клиенты, у нас офигенные мероприятия. Чемпионат мира по футболу мы, наши переводчики, 24 человека обслуживали, они ездили с футболистами, они ездили с репортерами, они гоняли с болельщиками, отвечали на вопросы. В общем, это действительно интересно. там Blackstar наш клиент, да, то есть если вот так... Blackstar классно. А что вы им тоже оборудовали? Нет, это все касается бизнеса. Международный рынок, бизнес, модели и все остальное. А, ну типа как франшиза, да? Да, 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 там много всего. Есть нюансы, о которых не имею права рассказывать. Вот. Очень много крутых клиентов, с которыми надо вести переговоры, с которыми надо встречаться. И в чем еще прикол, что ты в большинстве случаев первее всех начинаешь узнавать, что происходит в мире, куда вообще идут, потому что мы видим контракты. Мы видим контракты. А, то есть вы понимаете, это типа тренды, да? Да, да, мы видим контракты. Вот последний кризис, который произошел, так скажем, СВО в 22-м году, мы на протяжении полугода были вообще в ожидающей позиции. Ну, даже с рекламой, даже в этот момент с рекламкой мы не спешили тратить деньги, потому что схлопнулся Google, с Google все побежали в Яндекс, Яндекс вообще не вывозит. Даже сейчас жесткие проблемы, он просто не знает, что делать. Сейчас там бюджеты сливаются, все жалуются на него и так далее. Вот. Но у наших клиентов мы видели, куда они пошли. Вот как только мы увидели, куда перенаправили свой ресурс наши клиенты, мы стали понимать, что происходит в стране. Куда они перенаправили? Ну, это Арабские Эмираты, это Китай, это Индия. Основные рынки, да. Что закупка, что выход туда, на их рынке. Вот. Даже те, у нас, например, есть индустрия развлекательная, у нас есть крупный клиент очень, который в Италии закупает оборудование, эти карусели, эти американские горки, всякие в торговых центрах, в парках и так далее. Вот. И он этот тоже пошел в Китай, потому что с Италии, говорит, ну, вообще почти невозможно сейчас будет работать. Они все хотят, кстати. Бабки решают. Тут то, что там говорят... Это, конечно, 100%. Все очень хотят работать с нами и не хотят терять эти рынки, потому что у нас, кто бы что ни говорил, у нас офигенные рынки и большой-большой ресурс. Большой-большой ресурс, очевидно, конечно. Они выявили, что они сейчас уходят, да, из-за санкций, они потеряют рынок, и потом вернуться будет очень сложно уже. Конечно, конечно. Европа маленькая. Куда ему все это девать? Да некуда девать. Даже если можно посмотреть по торговым центрам, например, там какая-нибудь Зара, она не съехала. Типа она вот висит. Ну, подзакрыты, да. Они закрыты, но они, видимо, оплатят аренду. То есть все равно помещение как бы свисит. Все верно. То есть они не хотят... Потому что если они съедут, торговая площадь у тебя освободится, кто-то туда заедет, а потом они куда заедут, если что. Все правильно. Да, поэтому они седут. Олег, вот ты рассказываешь кейсы, да, но все такие положительные. Я знаю, был у вас и такие факапы, да? Да, охренеть какой. Там что-то вы взяли деньги, да, и потратили их, да? Вот расскажи вот эту историю. И в некоем роде даже получилось кинули как бы. Ну, не специально, конечно, но... Так, давай, прокинули, это хорошо. Да, в общем, ситуация. Мы не очень неопытные. Это на старте было. Ну, это в начале, да. Пускай там второй-третий год, потому что, я опять же говорю, до 18-го года мы были очень неопытные. Мы не понимали, как строить бизнес. И вот к нам приходит клиент, он под государством. Говорит, у нас нужно, короче, они запускают атомную электростанцию, и вот это все, все, что связано с этим, нужно переводить. Там просто кипы, кипы документов, инструкций, что только не было там. Ну, во-первых, первая наша ошибка, мы берем, берем. Сколько? Шесть миллионов? Берем. Берем, забираем все. А эта сумма была, ну, как она, меньше конкурентской? Да, она была чуть меньше конкурентной. Мало того, еще раз говорю, я почему не подвожу, что это была первая наша ошибка. Да. Мы даже этот материал, даже этот материал, не изучив, мы так примерно будет вот так нормально. Зажарится как-нибудь, да? Да, да, полямчику снимем вообще от души. Вот, но мы жестко попали, потому что, во-первых, там в разы больше, в разы больше. Во-вторых, как только пришли бабки, мы их сразу сняли и давай вот так вот, короче. В общем, свои деньги сразу потратили. Оказывается, так легко тратить эти деньги, ребята. Вы должны это понимать, да, что... Оказывается, там не было своих денег. Да, оказалось, там не то, что своих нет, там вообще просто даже закрытый ресурс нет. Вот, потратили и буквально уже через два месяца начали прилетать жесткие вообще претензии по качеству перевода, потому что в том числе мы не отслеживали качество перевода. Мы так, типа, да, ненормально справятся там. Команда, все будет нормально. Вот, и все, и началось. Вызвали раз на ковер, вызвали два на ковер. Третий раз, все, ребята, срочно возвращайте нам бабки, короче, ну вы охренели, что ли, что вообще происходит. Вот, и там, конечно, Гена взял, так скажем, на себя ответственность и поехал на переговоры. Там были, ну, серьезные дядьки вообще, которые там в кабинетах... Ну, атомные станции запускают, конечно. Да, в самых больших кабинетах. И вот он, ему нужно было рассказать, почему мы, во-первых, не вернем бабки, а во-вторых, почему им надо доплатить. Вот, и да, они доплатили нам сверху, ну, потому что объяснения были серьезные, так скажем, где не получилось убедить их. Вот, но в итоге мы в любом случае завалили заказ, они после нас еще там долго трахались, короче, с этим заказом. Вот, для нас это было... Суды были или так решили? Нет, нет, да, урегулировали. А потому что в том числе нельзя забывать, что если вдруг кто-то пытается скинуть себе ответственность, как бы это ошибка, потому что у них был ответственный человек, который должен был нам в том числе давать по шапке, контролировать и так далее. А он тоже такой, мы ему скинули, ну, а все нормально. Он принимал, короче, у нас есть подтверждение, что он принял, короче. Принял, а когда сунулись внутрь, там, конечно, жопа. Все, понятно. Вот, поэтому, собственно, получился такой вин-вин в минус. Вот, поэтому, да, да, были факапы, но это, опять же, благодаря этому мы стали очень доскональнее, мы стали очень углубляться в то, что нам присылают. Поэтому сейчас у нас их почти нету. То есть на качество мы получаем минимум жалоб. В основном, ты знаешь, как звонок. Йоп, вы что тут сделали? Вы что перевели? Я знаю английский. Что это за хрень? А знать английский и быть переводчиком – это абсолютно две разные вещи. Это как раз-таки как искусственный интеллект, который знает английский, например. И, собственно, переводчик, который забирается в технической составляющей. Знает, как переводятся турбины, знает, откуда идет ток и многое-многое-многое другое. Вот. Потом, после того, как мы обосновываем… А получается… Рентабельность, скажи, какая рентабельность вообще этого бизнеса? 40%. 40%, да? 40% оставляете, то есть чистая прибыль. 40%. 60% выходит, условно, на команду. То есть самое большее денег – это получается на команду, которые переводят. Получается, короче, 60% рентабельность. То есть мы выходим в 40% – это расход. А, 40% – это расход. Да, 20% выходит дальше на обслуживание внутренней системы всей. Да. И 40% – это то, что мы забираем с братом. Все, я понял. Скажи, давай заканчивать, давай скажи какие-нибудь типа ключевые действия для человека, который занимается бизнесом, которые должны быть в том числе для того, чтобы ты сказал уже, для того, чтобы был ЛТВ высокий, да, повторяются клиенты, но вообще для того, чтобы создавался бизнес. Вообще, если тема все-таки в том числе была и партнерства, да, я же не ошибаюсь, я бы хотел вот прям, накидал, когда готовился к интервью, прям то, что должно быть в партнерстве. Давай, давай. Мне кажется, это будет очень ценно, ребят, да, есть у меня пару минут. Да, конечно, конечно. Значит, первое, конечно же, что в любом партнерстве при 1 плюс 1, как бы это ни звучало, вы должны получать не 2, а 11, да. То есть, ваши компетенции и компетенции вашего партнера должны быть мощными. То есть, это не должно быть, как бы, ну, в общем, 1 плюс 1 – 11. Очень важно уважать достижения партнера. Ну, то есть, мы часто обесцениваем, нам кажется, что ты делаешь гораздо больше, на твоих плечах типа все держится, а он какой-то херня, короче, занимается. Да, 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 и мы часто обесцениваем то, что он делает. А он, может быть, там, например, офигенно мотивировать команду может. Может, может. И нам часто кажется, что это полная ерунда. А убери его, и ты увидишь, как там твоя команда такая «Ой, что-то херю, устали, короче, там, это, это, что? Куда может быть ерунда?» Начнет рассыпаться. И так далее, да. Очень важно, да, типа, ну, вот это я сказал. Третий пункт – это очень часто нужно общаться о бизнесе. Я упоминал это. Очень часто нужно общаться о бизнесе и общаться просто так. То есть, когда вы просто взаимодействуете только по работе, ваши миры в целом, они расходятся. Очень важный момент – быть в том числе и в ценностях схожим. То есть, вы должны, например, оба там любить спорт. Вы должны, например, быть семьянином. То есть, очень сложно, когда ты спортсмен, ты зожник, а твой партнер любит ночные клубы, тусит, бухает и так далее. Ну, и по итогу, может быть, на старте это не будет так заметно. Но потом ты начнешь замечать, что тебе это очень не нравится. То есть, это важный момент, да, получается. Да, если ты, например, семьянин, а он… Кутила, да? Да, Кутила, который каждый день меняет девок. Ну, то есть, и ты поймешь, что в том числе и ваши компании начинают расходиться. У вас не будет общих людей и знакомых. Ну, потому что тебе и твоей, например, супруге, там, детям будет некомфортно, да, что он там приходит постоянно с разными бабами, там, еще что-то, еще что-то и так далее. Скорее всего, ваши ценности разойдутся, ну, и останется только сухой бизнес. Кто-то с этим справляется, но я считаю, что это важный момент, и нужно, как бы, это учитывать, да, должны быть общие ценности. Как раз-таки, когда вы общаетесь не только по бизнесу, вы эти соприкосновения находите, да, вы расширяете свой мир за счет его знаний, за счет твоего мнения и так далее. Вот, очень важно в партнерстве принимать позицию, что ты можешь быть неправ. Ну, может быть такое, что ты неправ. Но это непросто, да? Да, это очень непросто. Достаточно тяжело. Но это важный момент. Просто допустить мысль, что твоя сейчас идея, твои факты, которые ты пытаешься набросить, они, ну, неправильные. И тогда тебе станет проще как раз-таки встать на сторону партнера, что он тебе хочет объяснить. Ну, по крайней мере, выслушать его, да? Да, все верно. И взвесить свои позиции и его позиции. Другов очень много в партнерстве. Ну, естественно. Опять же, говорю, потому что много мировоззрения разное и многое-многое другое. Вот. Важно говорить о несогласии. То есть, вот знаешь, Леха, например, что-то предлагает вот в интервью, да? Да. И ты такой, тебе это не нравится. Ну, как бы Леха предложил, думаю, ну, что его расстраивать, да? Ну, типа, окей. Да. А потом, например, сам подсознательно ты, ну, не веришь в то, что он предложил. И по итогу, по итогу будет что? Что ты, когда вдруг у него не получится, ты про себя будешь думать, а я-то говорил. Ну, то есть, это такая разрушительная история. В общем, если ты не согласен с его мнением, это нужно обсудить и попытаться. До того, как, да? Да, да. До того, как будет. Как мысль пришла, например, да? Запоминали Леха. Ты что-то предложил, и ты говоришь, слушай, я вот с тобой не согласен, давай обсудим. Да. И очень важно найти консенсус как раз-таки обоюдный, чтобы это решение было, чтобы не было... Говорил, я говорил. Ну, то есть, это разрушает, да? Очень важно опираться на сильные стороны друг друга. Ну, то есть, реально, вы можете просто, ну, там, в партнерстве, как мы с Гейной это делали, накидали список, в чем силен я, в чем силен брат, потому что компетенции, например, как выстроит отдел продаж, мы, ну, мы можем этому обучиться, да кто угодно это может. Любую компетенцию можно приобрести, но есть черты характера... Которые больше помогают в склонность к тому или иному. Именно так, да. В партнерстве раскидали по бумагам, и просто, знаете как, когда тебе говорят, я вот, ты вот будешь заниматься, короче, продажами, ты такой, ну, вроде можешь, ну, вот, но не по кайфу, вот не мое. Ты, например, больше такой, кто красавчик, там, ну, который зовут... Кто красавчик? Да. Ты красавчик сейчас, сейчас ты красавчик сейчас, это подкаст. Красавчик. Да, вот. Поэтому твоя задача будоражить людей, да, заводить их, вести их к результату своей энергии. А, например, если там Серега или как вот у нас, я более системный, да, можно так сказать, я должен отследить, чтобы вот это вот твое не привело нас там к краху. Вот. И это моя черта характера. И очень важно опираться на это. Серьез, ты что? Слушай, ну, и вообще самое, с чего стоит начинать бизнес-партнерство, это доверие. Вот садишься и говоришь, вот, Леха, вот хочу с тобой замутить бизнес. Ну, это еще без тебя, я сам с собой разговариваю. Ага, сам с собой. Леха, хочу с тобой замутить бизнес. А доверяю ли я тебе? Ну, вот реально, могу ли я как раз-таки уехать на два года, а ты меня там не кинешь, скажешь. Ой, слушай, бизнес-партнерство. Ой, я бы сразу кинул бы. Месяц. Все, до свидания. Ну, я имею в виду, это все обсуждаем. Не, я бы четко. Вот. Ну, то есть, не кидок. То есть, это имеется в виду не кинуть, а объяснить, да, что вот, слушай, я так не буду работать. Объясни, что я тебе кидал. Вот. И важный момент доверие. Если ты понимаешь, что не готов доверять человеку, бизнес, ну, слишком серьезная история, когда пойдут бабки, это доверие будет такую проверку проходить. Вот. Поэтому, в общем, вот такие немного, несколько пунктов, которые важны в партнерстве. Вот. Соблюдая их, да, можно сделать офигенный результат. Клево. Блин, спасибо тебе большое. У нас каждый гость, который приходит, приносит с собой подарок. Ты что, не принес? Слушай, да ни хрена я не принес вообще. Но можно, знаешь, как сделать. Можно тоже разыграть, вот как с предыдущим, да, интервьюером. Можно. Могу поконсультировать. Выбрать кого-то одного. Давай. Ну, и помочь в бизнесе, например, посмотреть, как выстроена его система, да, на чем она строится, и что можно здесь в моменте подкрутить, чтобы результаты были там на полпроцента, на проценте лучше. Ну, это очень ценно. Супер, да. Давайте так, чтобы вам, значит, поучаствовать и получить от Олега консультацию его личную, важно обязательно подписаться, поставить колокольчик, лайк, вся движуха, как обычно. Обязательно скинуть этот, значит, подкаст своей маме. Это важно. Вот. И напишите просто в комментариях «хочу Олега». Вот, нет, можно, знаешь, что добавим просто, чтобы все-таки было полезно. Ты же знаешь, что я сейчас запускаю новую нишу, выхожу на Валберес, да, как раз-таки иду дальше за развитием. Вот. Хочется запустить Валберес магазин, уже запущен, вернее, тоже в партнерстве. И я начал вести свой блог маленький. Показываю вообще максимально открыто, что происходит, как достигаем результата, что делаем, как ошибаемся. Вот давай так, пускай те, кто готовы поучаствовать и получить консультацию, подпишутся на мой блог. Давайте, да, тоже все. Ну, подписывайтесь тоже в ссылочке в описании, как обычно. Подписывайтесь тоже на блог Олега и смотрим, какие у тебя будут достижения на ВБ. И провалы. Да, провалы, а когда ты будешь уже достигнешь результатов, мы тебя пилосим по ВБшке тоже пообщаться. В огонь вообще с удовольствием. А слушай, хорошо, последний вопрос давай мой. Почему ты не заходишь в консалтинг, в инфобизнес? У тебя вот суперклассная динамика, я тебя долго знаю, у тебя классная энергия, вайб. Мы с тобой тоже проводили какие-то обучения совместные, да, то есть, но ты не заходишь туда. Почему вот? Обязательно зайду, это, ну, мне очень нравится, я кайфую от этого, поэтому я пошел на Валберес и хочу, как раз-таки, сделав результат на Валбересе, чтобы быть не человеком-говоруном, а сделать результат, и после этого обязательно запустить консалтинг, чтобы помогать новым селлерам быстро достигать там своих финансовых и разных результатов. Поэтому обязательно, да, это будет. Супер. Все, спасибо большое. Давай, Олежа, красавчик вообще. Ребята, все, был я, Алексей Пронягин. Это кто? Правильно, кто? Ну, говори. Нет, ну, кто это? Серега Коннор. Ты что, забыл? Меня зовут? Сара Коннор. Да, с вами был Сергей Милославский, Алексей Пронягин. Напомню, что в гостях у нас был Олег Егоров, совладелец бюро переводов братьев Егоровых, которые вместе с братом за 17 лет прошли 4 кризиса. Ладно, все, счастья, здоровья, богатства, любви. Не переключайтесь. Кто красавчик. Подкаст.